Приветствую вас! Давайте попробуем ответить на вопрос, который вы задаете. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы пишете здесь, и какие-то вам рекомендации, информацию дать. Значит, первое. Можно ли по фотографии и взгляду определить, что у него в душе? Именно ответ на ваш вопрос зависит от того, что вы подразумеваете под фразой «что у него в душе». Знаете, психологи, если это люди науки, в душу верят как-то не особо. Можно определить характеристики человека, можно определить его, так сказать, психологический портрет. Да? Вот. Можно это сделать. Это называется физиогномика. Наука такая есть. Физиогномик, которая по фотографии и взгляду человека определяет, что у него в душе. Нельзя говорить о том, что данные такого типа представляют собой точную информацию. Она будет в чем-то совпадать, в чем-то нет. Что-то будет соответствовать, что-то нет. Это будет довольно общая форма, общие какие-то направления. Но именно определить, что у человека в душе, то есть, что он думает, ну, я так пока интерпретирую то, что вы сказали, не представляется возможным. Далее. Между нами присутствует симпатия, но сблизиться не получается. А почему не получается сблизиться? Скажите, пожалуйста. Аноним. Почему? То есть, что мешает сблизиться? Все идет в новом направлении, но очень медленно. Ну, опять же, вы не пишите свой возраст, может быть. А для вас это нормально. Для вас обоих, вот как партнеров, это нормально, что сейчас то, что происходит, это как бы развивается медленно. То есть, здесь мне кажется, что вам самой нужно определиться сначала, хотите ли вы, чтобы это было быстрее или медленно. Потому что далее вы пишите, что принимаю этот факт и предпочитаю, чтобы отношения медленно развивали, да, но прочее. То есть, ваши же отношения какие-то были, и они у вас закончились. Соответственно, нужно разбирать причину, почему закончились. Вполне вероятно, что именно там кроется ответ на ваш вопрос, почему отношения здесь развиваются довольно медленно. Немного выматывает. Нелезбериха. Нелезбериха какая? Какая? В чем? Устала? Усталят в чего? Непонятно. Но говорить прямо на эту тему с ним не хочу. Не тот уровень. Общение. Хорошо. Но почему вас выматывает нерезбериха? Это не его проблема. Это ваша проблема. Вас это напрягает. Вам это не дает покоя. Вас это заставляет испытывать негатив. Вот и подумайте, почему так происходит. Далее. Он не знаю почему, а себя не проявляет. Ну, это, как правило, происходит из-за того, что человек либо не хочет спешить, то есть боится спешить, боится, что будет поспешность и соответственно разруширование. Вот. Либо не хочет открываться, потому что был негативный опыт. Есть еще один момент, еще одна причина – это нежелание человека становиться зависимым от вас. И если он сблизится, то у него появится ответственность. А ответственности человек может не хотеть. Предполагаю несколько причин. Ну, забавно, что эти причины вы не говорите, не пишите здесь. А может просто не хочет, наблюдает, смотрит, следит. Оба свободны. Ну, наблюдает, смотрит, следит – это каждый, кто в отношениях. Хоть каких-то находится. Поэтому здесь вы ничего нового не сказали. Я тебе просто отвечаю взаимностью на его аккуратные проявления, общаемся на нейтральные темы в стиле «Привет, как дела?». Ну, а почему вы не проявляете инициативу больше? То есть вот взаимностью ответили – хорошо, а больше? Ну, больше, просто больше. Просто больше инициативы. Если он проявил инициативу, вы проявите инициативу. А то, может быть, он думает, что вы реагируете только на его инициативу, а вам ничего не нужно. Самой. Самой и не проявляет себя. Вот сегодня я фотографировала другого человека. И в этот момент он смотрел на меня таким образом, что можно сказать об этом взгляде. Так он смотрит каждый раз, когда думает, что я не вижу, скрывает он себя. Так. Ну, во-первых. Во-первых. Ничего не понятно из вашей фотографии. Это первое. Человек видим плохо. У человека не видны глаза. Человек скрыт тенью. На первой фотографии, на второй фотографии – это еще хуже. Поэтому не очень понятно вообще, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы вам по фотографии что-то о человеке сказали, то нужно, чтобы его лицо было видно хорошо, чтобы оно было крупным глазом. А не вот так, как вы это сделали. Понимаете? Я вот, например, глаз в человека не вижу. И, соответственно, без глаз говорить что-то довольно сложно. Вот. Ну так, наверняка. Значит, из того, что есть. Из того, что есть. Значит, человек стыдится себя. Человек винит себя за что-то. Человеку есть чувство вины. Ага. Человек склонен винить себя. Человек, вероятно, пережил какое-то сильное потрясение. Человек склонен к тому, чтобы много думать и мало делать. Значит. Человеку сложно доверять. То есть, сложно открыть. Связано это с тем, что он не принимается без себя. Таким, как он есть. В его взгляде считается боль. От того, что вы смотрите и фотографируете другого человека. Вот. И в то же время идет борьба. Его. Внутренняя работа. То есть, он испытывает ревность, он испытывает боль. Но в то же время у него есть ощущение, что, как бы, он это заслужил. То есть, он не будет бороться. Он не будет бороться. Бороться за вас, например, с кем-либо. Сделать здесь не в гордости, а в том, что человек боится. Боится почистить себя униженным, почистить себя ненужным и так далее. Вот. Могу предположить, что в семье этого человека подавляли. Семейного человека подавляли. У него было трудное детство. Не в том плане, что трудное, что вот, ну, как сейчас, может быть, говоря. А именно трудное в плане того, что с родителями отношения либо гиперопекающих. Вот. Либо строгие со знаком минус. То есть, подавляющие родители у него были. Вот. Вот. Не могу сказать точно наверняка. Но с меня есть мысль, что все-таки у него были именно подавления. Подавления все. В плане родителей. Вот. Это интроверт. Человек, который сомневается постоянно во всем. Вот. Ну, и эти самые сомнения, сомнения, да, они мешают ему поживью. Очень сильно. И, соответственно, его взгляд, это взгляд, знаете как, я бы не сказал оценивающий. В плане того, что он оценивает вас. Я бы сказал, что это взгляд открывающий. Это некая такая готовность человека к тому, чтобы, чтобы принять новую реальность. Знаете, в чем дело? В известной степени, в известной степени, мужчина эгоистичен. Не исключено, что у него есть неврактическое состояние. То есть, вытеснения у него идут каких-то своих эмоций, своих желаний и так далее. Вот. Полагаю, что не самый общительный человек. Не очень любит общество. Ну, такое общество. Я имею в виду большое. То есть, большие скопления людей не очень любят. Вот. Ну, и, наверное, комфортно чувствует себя. Комфортнее чувствует себя. Пет-пет с людьми, которым он доверяет. Или просто, с которыми он чувствует себя хорошо. Таких людей немного. Вот. И так далее. В душе человек, в принципе, не похож на злого. То есть, я бы сказал, что это, в целом, наверное, положительный человек. Вот. То есть, который может и на помощь прийти, если понадобится, и помочь, и все. Но это скрыто за теми проблемами, которые есть. Вот и у нас такой вот ежик. Такой, вы знаете, классический ежик. И вам вести себя с ним нужно, как с ежик. То есть, расслабить его. Искать точки, которые его расслабляют. И постепенно раскрывать. Чтобы он доверился вам. И полностью проявил бы себя с вами. Вот. То есть, тут так вот. С ежиками нужно вот так вести себя. С ежиками нужно вот так взаимодействовать. Понимаете? Вот. Это вот точно я могу вам сказать. Для более точной, ну, наверное, даже не более точной, а, может быть, уточняющей такой информации, фотографию, наверное, имеет смысл сделать более крупную, чтобы хорошо были видны глаза. Вот. Потому что все-таки глаз там не видно. Вот. И чтобы лицо не было скрыто тенью и так далее. Вот. Не имеет смысла, не имеет значения, каким взглядом смотрит на вас человек. В данный момент. Все, что я сказал, можно было сказать и без этого. Без взгляда его на вас. Поэтому учтите это и если фотография есть, то лучше будет, если вы выложите ее. Все-таки, ну, такую, где лицо видно хорошо. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.